Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «Ваш доктор» и я, ее ведущая Ольга Власова. Знаете ли вы, сколько людей живет в нашем городе? Официальное число зарегистрированных жителей на 1 января 2019 года составило 443 тысячи человек. А сколько родилось у нас новых жителей? 1 997 малышей за эти полгода. Как вы думаете, много это или мало? Чтобы разобраться с этим вопросом, мы сегодня пригласили гостей к нам. Главного акушера-гинеколога нашего департамента здравоохранения Стеллу Анатольевну Белоглазову. Здравствуйте, Стелла Анатольевна. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Тут, Стелла Анатольевна, скажите, пожалуйста, это много малышей или мало? Мы идем вверх или мы остановились на каком-то этапе? На сегодняшний момент, к сожалению, мы идем вниз. У нас наблюдается снижение рождаемости, и эта тенденция у нас сохраняется в течение последних пяти лет. За последние полгода у нас снизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97 детей. Да, это вроде бы как цифра не очень критическая, но, к сожалению, мы наблюдаем так называемые явления депопуляции. То есть эти явления, как демографы всего мира, в общем-то, определяют как такие волны повышения и снижения рождаемости. Вот мы, к сожалению, сейчас находимся в той волне, которая характеризует снижение общей рождаемости. Это общая государственная проблема, то есть регион у нас не уникальный в этом плане, поскольку проблемы депопуляции на сегодняшний день общероссийские. Они, в общем-то, освещены во всех наших национальных проектах, то есть есть целый отдельный проект «Демография», он входит в национальный проект «Здоровье». И, в общем-то, выделяется достаточно большое количество средств и уделяется очень много внимания данной проблеме, которая направлена именно на стимулирование рождаемости и, в общем-то, профилактику снижения рождаемости. Ну, мы с вами понимаем, что это многое зависит и от социальных факторов на сегодняшний день, да, но мы с вами доктора, и у нас есть очень большой фактор медицинский, который мешает увеличить рождаемость. Как у нас обстоят дела с вопросом бесплодия? Насколько сильно оно влияет, в нашем случае, в рамках нашего города, на снижение рождаемости? И вообще, что такое бесплодие? Как часто сейчас люди сталкиваются с этой проблемой? И как мы можем помочь в рамках и нацпроектов, и вообще на современном этапе развития медицины? На сегодняшний день бесплодие является достаточно важной социально-демографической проблемой. Я бы даже в какой-то степени выделила в большей степени социальный фактор. Мы прекрасно понимаем, что бесплодие является зачастую фактором, который приводит к разводам, к распаду пар, семей. Демографическая проблема для города. То есть на сегодняшний день официально зарегистрированных пар, которые у нас стоят на учете с диагнозом бесплодия, порядка 300. То есть для города, конечно, с рождаемостью порядка 4 тысяч в год, конечно же, это достаточно ощутимая демографическая проблема. Но мы прекрасно понимаем, что не из всех 300 пар мы получим положительный результат лечения бесплодия. В данном случае мы, конечно, рассматриваем в основном приоритетно-социальный фактор. Но бесплодию уделяется очень много влияния на государственном уровне. То есть также проблемы экстракорпорального оплодотворения и реализации доступности проектов по экстракорпоральному оплодотворению на сегодняшний день входят также в национальные проекты. То есть мы очень серьезно наблюдаем, отслеживаем доступность, результаты проведенных ЭКО. И, конечно, на сегодняшний день эта проблема очень актуальна. И очень много решается и в городе, и очень много делается в городе для того, чтобы, в общем-то, эту проблему решить, преодолеть и достичь какого-то положительного результата. Я хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. И если у вас возникают вопросы к нашему гостю, пожалуйста, звоните, телефон у вас на экране. И на ваши вопросы мы попытаемся найти сегодня ответы. Спасибо, Стелла Анатольевна. Скажите, пожалуйста, ведь есть и мужское, и женское бесплодие. Вы, как акушер-гинеколог, сталкиваетесь непосредственно с женским бесплодием. Насколько оно превалирует в количестве наших лиц, которые состоят у вас под наблюдением, по сравнению с мужским? На сегодняшний день бесплодие, да, как говорил Декар, давайте определимся с понятиями. Во-первых, еще отвечу на вопрос, что же такое бесплодие. Бесплодие – это отсутствие спонтанно наступившей беременности в течение года регулярной половой жизни без контрацепции. То есть регулярная половая жизнь – это не менее двух половых контактов в неделю. Контрацепция, естественно, даже прерванный половой акт – это является контрацепцией. То есть, чтобы мы понимали. И по поводу мужского и женского бесплодия, то есть это действительно, как бы, этот диагноз у нас делится на две большие группы. И на сегодняшний день, к сожалению, равнозначный вклад как мужского бесплодия, так и женского. Практически 50 на 50. И последние несколько лет мы наблюдаем некоторое увеличение доли мужского бесплодия. Но сегодня, конечно же, как акушер-гинеколог, я в большей степени буду освещать проблему женского бесплодия. Основные причины возникновения? Это мультидисциплинарная проблема. Основные причины женского бесплодия, то есть как таковых сказать, что вот прямо основные выделить мы не можем. То есть мы должны определить этот рубноперитониальный фактор, гормональные проблемы и проблемы, допустим, абсолютное бесплодие. То есть когда врожденные какие-то пороки развития и так далее, и так далее. Также хотелось бы отдельно остановиться на проблеме хирургического лечения бесплодия, которое зачастую ставится в первоочередное. То есть у нас два больших направления в лечении бесплодия. Это консервативное лечение и хирургическое оперативное лечение. Вот консервативное лечение у нас должно быть первично. И первично пациентка приходит к врачу женской консультации, амбулаторного звена, и говорит, сообщает вот такую проблему, что вот в течение года у нас с мужем не получается забеременеть самостоятельно. То есть это уже диагноз бесплодия. То есть часто сталкиваешься с пациентками, которые говорят о том, что нам не ставили такой диагноз. Сколько же вы не можете забеременеть? Ну, порядка там 10 лет. То есть это категорически неправильно. Естественно, если какой-то доктор наблюдает таких пациенток, ну, это неправильная тактика введения. Не зря сделали строгие рамки, больше года уже надо выявлять причины, как минимум. Возможно, мы же начинаем с консервативного лечения. То есть женщина, которая хочет забеременеть, завести ребенка, в первую очередь идет в женскую консультацию и сообщает, что попытки все ее были тщетны. С этого момента ее направляют на обследование. Какой объем обычного обследования, стандартный, может быть, расширенный, сейчас проводится женщинам для выявления? Вот тех групп бесплодия, возможно, которые вы перечислили. Начнем с того, что обследование пары должно начинаться с мужчины. Потому что мужское обследование, оно менее инвазивное, оно достаточно быстрое и простое. То есть, в общем-то, мы оцениваем спермограмму. Мужчины очень сложно на это соглашаются, к сожалению. К сожалению, да, но по факту... Инициатором всегда женщина идет. Да, то есть, все, что касается обследования женщин, это комплексное обследование, включающее и гормональную функцию, и обследование на инфекции, передающиеся половым путем, и проходимость маточных труб. И завершающим этапом это является хирургическая диагностика бесплодия. То есть, как вы понимаете, то есть, во-первых, это намного более дорогостоящие обследования, во-вторых, это... И более инвазивное по сравнению с мужчиной. Да, абсолютно точно. То есть, я попрошу все-таки жалеть своих женщин. То есть, естественно, у нас зачастую является как бы... То есть, вы понимаете, что если 50 на 50 факторы бесплодия, как мужские, так и женские могут быть, то есть, ну вот, избавьте женщину от ненужных обследований, если действительно, в общем-то, причина в партнере. А у женщины, в общем-то, все наши обследования и вообще обследования семейных пар очень четко регламентированы действующим законодательством. У нас есть три нормативных документа, которые абсолютно исчерпывающе дают и сроки, и объемы обследования, и необходимую доступность обследования. И что мы должны получить ожидаемо в эти сроки. То есть, мы должны четко с вами понимать, что пациентка должна наблюдаться не более года. Это речь идет о пациентках до 35 лет. Если пациентка старше 35 лет, у нас этот срок ограничивается 6 месяцами. То есть, если мы не получаем положительный эффект от консервативного лечения, проводимого консервативного обследования, пациентка должна направлена быть на экстракорпоральное оплодотворение. Что также регламентировано у нас приказами, оплачивается очень хорошо фондом обязательного медицинского страхования. То есть, если пациентка у нас застрахована, то есть, она имеет право в течение года получить 4 попытки ЭКО. 2 в полном цикле и 2 в криоконсервированном. То есть, это очень важно. То есть, должны слышать наши пациентки и должны наши жительницы очень четко понимать, что доступность на сегодняшний день абсолютно обеспечена. То есть, мы на сегодняшний день на амбулаторном этапе, во всех женских консультациях, мы можем предоставить полный спектр обследований, за исключением буквально единичных анализов, то есть, сложные гормональные дорогостоящие обследования. И то у нас в первой больнице заключены договора с частными клиниками, которые, опять же, в рамках ОМС, они делают обследование в полном объеме. То есть, сегодня на бюджет пациентов ложится минимальная нагрузка. И ехать никуда не надо. Мы это все можем сделать в рамках нашего города. Абсолютно точно. То есть, выделен отдельно прием врача-репродуктолога. То есть, его функциональные обязанности и функционал врача-репродуктолога, я надеюсь, что тоже она посетит вашу студию. Будем ее убеждать. Она более подробно расскажет о своей работе. То есть, функционал врача-репродуктолога полностью составит индивидуальный маршрутный лист для пациентки. То есть, она четко ставит задачи для нас, как для хирургов, и для врача амбулаторного звена по поводу консервативного лечения. И сроки исполнения, и дальнейший путь лечения. То есть, если в течение, допустим, такого-то периода времени мы не получаем положительный эффект, значит, мы готовим документы на экстракорпоральное оплодотворение. То есть, комиссионно мы оцениваем документы пациентки, возможность проведения ЭКО, потому что есть определенные ограничения, есть определенные противопоказания. И в дальнейшем мы отправляем пациентку в клинику ЭКО для проведения процедуры. А клиника находится не в черте города? Нет. В Севастополе на сегодняшний день клиник ЭКО нет. Вообще, как бы, Крымский регион находится в такой уникальной ситуации. Это единственный регион в Российской Федерации на сегодняшний день, где нет государственных клиник ЭКО. Но еще, как бы, со времен Украины осталось ряд клиник ЭКО платных, частных, которые успешно сотрудничают с Фондом обязательного медицинского страхования в рамках частного государственного партнерства. То есть, нашим пациенткам это точно так же, это процедура бесплатная. То есть, если они направлены из женских консультаций, если они прошли комиссию ЭКО Департамента здравоохранения, то есть, это абсолютно будет бесплатная процедура. Еще раз подчеркиваю, 4 попытки в течение года, если у нас есть криоконсервированный материал. Это замечательно. Это очень много шансов для того, чтобы забеременеть. Да, пациентки. У нас на сегодняшний день недостаточная осведомленность наших пациенток. Мы сталкиваемся, допустим, с ситуацией, когда у нас нет, вплоть до того, что нет обратной связи с пациенткой. То есть, она отправилась на ЭКО, она не получила положительный результат. И настолько она была расстроена данной ситуацией, что она не выходит на связь с доктором, который ее направлял. Она не сообщает о том, что у нас есть криоконсервированный материал, который мы можем использовать в следующем цикле. В дальнейшем. И таким образом, она у нас выпадает на какое-то время из поля нашего зрения. Чтобы этого не было, относиться к этому с долей оптимизма, поскольку любые самые оптимистичные прогнозы дают нам порядка 36% положительных эффектов от проведения ЭКО. И мы должны делать выводы, что мы недосмотрели, что мы недообследовали как врачи. Нам, конечно, нужна взаимосвязь с нашими пациентами. Какая возрастная категория наиболее часто подвержена риску возникновения бесплодия? И вообще, какого возраста женщины чаще обращаются? На сегодняшний день мы видим тенденцию к увеличению возраста реализации репродуктивных планов. И вот это основная проблема. К сожалению, мы все хотим долго оставаться красивыми и молодыми, но возраст, к сожалению, мы обмануть не можем. Биологию не обманешь. Да, бьюти-эффекты мы научились получать. Но вот, к сожалению, яйцеклетки, они вне зависимости от нашего внешнего вида, они в свой положенный возраст абсолютно точно заканчиваются. Это как те монеты в кошельке, которые имеют конечное. То есть мы, к сожалению, в течение своей жизни расходуем яйцеклетки, и они уже к 40 годам, наш возраст называется позднерепродуктивный, раннепременно паузальный. И вот сегодня мы сталкиваемся с женщинами, которые у нас активно реализуют себя в профессии, в бизнесе, просто наслаждаются жизнью и вот встречают своего любимого мужчину к 40 годам, и вдруг они понимают, что вот пора бы, пора бы. На самом деле, уже все есть, вот метод только счастья, на самом деле. Конечно, бывают и объективные причины, но зачастую, конечно, и субъективные. Вот почему-то оптимистично считают, что, ну вот почему-то у звезд же все получается, наверное, у нас это тоже получится. Не все так, как пишут. Да, и, к сожалению, вот это самая неблагодарная в грустном смысле категория пациентов для лечения. Потому что авариальный резерв, к сожалению, мы восстановить и сохранить мы не можем никаким образом. То есть, если генетически авариальный резерв у женщин к 40 годам исчерпан, ничего, кроме донорской яйцеклетки, мы предложить в цикле ЭКО мы не можем. Молодой возраст, он более оптимистичный. То есть, причина бесплодия в молодом возрасте чаще всего это трубно-перитониальный фактор бесплодия. Это перенесенные инфекционные воспалительные заболевания, которые привезли к непроходимости маточных труб. Либо, допустим, в нематочные беременности, которые закончились органу, носящие операции, то есть удаление труб. Но, как не трагична сама ситуация, на самом деле это самые оптимистичные и прогностически положительные пациенты для ЭКО-процедуры. То есть, трубно-перитониальный фактор, это всегда, в общем-то, те пациенты, которые должны достаточно смело идти... Да, идти к нам, и, в общем-то, эффект от проводимого моей процедуры... Успешность процедуры будет выше нам по возрасту. Да, успешность практически до 80% приближается в некоторых клиниках. Почему? Потому что молодая яйцеклетка, то есть, по сути дела, мы преодолеваем вот этот вот фактор... Физическую преграду, по-моему, да? Абсолютно точно. То есть, и очень хорошее качество эмбрионов, и чаще всего, в общем-то, мы получаем детей и в одном цикле, и потом криоконсервированные повторные роды. То есть, вполне всё заканчивается очень благополучно и счастливым рождением детей. То есть, всё-таки, надо не забывать, что возраст есть возраст у женщины. Возраст, особенно для женщины, да. Свою функцию надо выполнять всё-таки в том возрасте, когда яйцеклетки, генетический материал более молодого. Ну, точно. Мы, к сожалению, стареем, наши яйцеклетки стареют вместе с нами. Какие могут быть противопоказания, вот абсолютные противопоказания к проведению экстракорпорального оплодотворения? Ну, абсолютным противопоказанием у нас на сегодняшний день является маточный фактор бесплодия. Это то, что на сегодняшний день мы преодолеть не можем. То есть, это, допустим, матка, которая у нас поражена опухолью, это может быть множественная миома матки, это может быть заболевание эндометрии, это элементарно гипопластический эндометрий, который не нарастает в цикле. То есть, элементарно, то есть, эндометрия – это то поле, на которое должно упасть семечка в виде оплодотворенного эмбриона. То есть, в виде эмбриона. И если этого поля нет, прорастания не будет. То есть, имплантироваться просто элементарно некуда. То есть, с таким заболеванием клиники ЭКО отказывают, естественно, проведением. Отсутствие авариального резерва не является абсолютным противопоказанием, но не оплачивается по ОМС. Потому что донорскую яйцеклетку придется абсолютно точно покупать за свои деньги. В дальнейшем, естественно, есть соматические заболевания, которые могут стать препятствием для проведения ЭКО. То есть, за последнее время, в принципе, все полностью пациентки проходят через комиссию Департамента здравоохранения. То есть, это такая мультидисциплинарная команда, акушеры-гинекологи, которые больше занимаются акушерством, репродуктологи, гинекологи. Я, как эндокринолог, очень часто пишу показания и противопоказания. То есть, мы смотрим пациентку со всех сторон. Со всех сторон. И мы прогнозируем исход данной беременности. Естественно, с тяжелым сахарным диабетом, который с осложнением. И, кстати, да, не первый, а второй тип. Но самое удивительное, что он настолько помолодел, что он сейчас женщинам мешает. И в 35, и в 37, и в 40 лет совершить свою репродуктивную функцию. Поэтому нашим женщинам надо к себе внимательно относиться даже в плане соматической патологии. Про первый тип мы всегда говорим, чем быстрее, тем лучше. Тем лучше прогноз исход. Проходят, конечно же, немножечко о другое. Обследуются соматические. Какие-то есть еще соматические патологии, которые могут сказать, что нет, не стоит? Ну, соматические патологии, конечно же, это и заболевания сердца, это и заболевания нервной системы, перенесенные инсульты, инфаркты и так далее. Опять же, мы учитываем возраст наших пациенток, потому что пациентки к 40 годам имеют очень много экстрагенитальной соматической патологии. Но таких четких... Обычно пациенты соматически отягощенные, естественно, у них доминанты и приоритеты чуть-чуть другие. Редко мы видим пациентов. Есть пациенты, которых приходится убеждать, и, в общем-то, и нас самих убеждать, потому что абсолютно запретить проводить процедуру ЭКО, конечно же, мы не можем. То есть вплоть до того, что даже перенесенные злокачественные новообразования не являются абсолютно противопоказанием. То есть мы должны только учитывать те противопоказания, которые мы не можем преодолеть. То есть мы не можем имплантировать эмбрион в неполноценную матку. То есть вот это единственное противопоказание. Все остальное, конечно же, степень компенсации и абсолютно запретить пациентке, если она настаивает на проведении ЭКО, конечно... Здесь еще будет зависеть осознание пациентки, что может произойти в результате самой беременности. Потому что ведь сама беременность, она может ухудшить всю экстрагенитальную патологию. Абсолютно точно, да. Поэтому будет тяжелее и вести беременность, и получить здорового ребенка. Конечно же, этого ребенка еще надо в последующем вырастить. И мама, конечно, должна у ребенка быть здоровая и полноценная. Скажите, пожалуйста, как много можно сделать процедуру ЭКО? Вот, допустим, первое, неуспешное. В течение года женщина потерялась, потом вернулась, опять прошла обследование, опять прошла комиссия, опять допустили. Вот сколько попыток можно вообще давать с учетом того же авариального резерва, с учетом тех же наших биологических показателей? Как долго может женщина ходить на процедуру ЭКО? Как таковых ограничений не существует. Авариальный резерв у нас конечен. То есть, на самом деле, естественно, каждая процедура в полной стимуляции ЭКО истощает авариальный резерв. Мы понимаем, потому что создается суперогуляция, созревает одномоментно несколько фолликулов, которые, естественно, уже необратимо теряются для женщины. То есть, если мы не получаем эмбрионы, то они потерялись безвозвратно. И, естественно, до потери авариального резерва, в общем-то, мы вполне можем проводить процедуры. То есть, экономически оплачиваются все попытки ЭКО. Ну, в принципе, да, укладываются в год. То есть, 4 попытки за год, следующий год начинается, опять женщина имеет право претендовать. Вот по вашему опыту, как отзываются пациентки после неудачных попыток? Как они входят в следующий протокол ЭКО? Как они переносят эти все гормональные вливания, подготовка к стимуляции? По-разному. Основная масса переносит достаточно хорошо. Сейчас протоколы экстракорпорального оплодотворения, они очень жестко отработаны. Мы видим уже достаточно редко суперовуляцию, гиперстимуляцию яичников. То есть, то, что было, допустим, на первых, вот на заре проведения первых ЭКО, это, в общем-то, практически была потоковая ситуация. Это очень тяжелое осложнение, гиперстимуляция яичников, которая, в общем-то, и заканчивается иногда и апоплексией, и хирургическим вмешательством, и могут быть тромбозы различной этиологии. То есть, это достаточно серьезное осложнение. На сегодняшний день мы, слава богу, их видим мало и редко уже встречаются. И, в общем-то, есть определенные протоколы, которые нам позволяют это профилактировать. И на сегодняшний день, в общем-то, женщины достаточно относительно просто переносят. По сравнению с первыми годами. Да, по сравнению с первыми годами. То есть, я так думаю, что связано уже и с препаратами, которые используются, и, в общем-то, с наработанным достаточно большим клиническим опытом. Вот если я вспомню самое начало, когда ЭКО вводилось, начало 2000-х годов, очень часто видели, если двойня, тройня, это значит ЭКОшные дети. А сейчас вот пойдешь по двору, посмотришь, очень часто можно встретить как раз-таки двойни. Насколько часто подсаживают несколько эмбрионов? От кого это зависит? От женщины, от врачей, которые проводят эту процедуру? На сегодняшний день считается, многоплодная беременность считается осложнением акушерским. И если хорошее качество эмбрионов, по рекомендациям, конечно, в большей степени, наверное, бы нам эту историю рассказали бы репродуктологи более подробно. Но, тем не менее, на сегодняшний день не рекомендовано подсаживать несколько эмбрионов, даже по желанию женщин, даже с высоким качеством эмбрионов. Почему распространена сейчас криоконсервация эмбрионов? То есть это встречается у нас и в цикле, допустим, суперэвуляции, когда мы получили признаки гиперстимуляции яичников. То есть в этот цикл ни в коем случае нельзя подсаживать эмбрионы. То есть их замораживают. И потом уже в естественном цикле, в своем, без стимуляции, подсаживают хорошие, качественные эмбрионы. Потому что в любом случае многоплодная беременность, мы прекрасно понимаем, то есть обычно подсаживают несколько эмбрионов в случае, если, ну вот, как бы не уверены в качестве одного из эмбрионов, это раз, возраст пациентки это два, грубо говоря, последняя надежда. И мы в какой-то, в какой-то степени эмбриологи и репродуктологи считают, что вот какой-то из эмбрионов не будет развиваться. Но когда мы получаем, то есть мы еще должны учитывать тот факт, что происходит спонтанное разделение одного из эмбрионов. То есть мы можем подсадить один эмбрион и получить монохориальную двойню. То есть когда у нас один из эмбрионов разделился. То есть и тогда мы получим очень серьезное осложнение, когда уже у нас в матке не двойня, а тройня или четверня. То есть такую беременность практически выносить, ну, мягко говоря, очень и очень сложно. Тем более индуцированную беременность. То есть мы понимаем, что индуцированные беременности все-таки не у совсем здоровых женщин, не абсолютно здоровых женщин. То есть мы все равно ожидаем какие-то осложнения и патологию во время беременности. И тут еще многоплодная беременность. То есть поэтому как бы в клинике один должен быть, но хорошего качества. Да, абсолютно точно. Если мы получили в цикле несколько эмбрионов хорошего качества, обычно репродуктологи-эмбриологи проводят беседу с парой и рекомендуют заморозить эти эмбрионы, которые хорошего качества, высокого, потому что высокий прогноз положительный на следующие попытки, вплоть до того, что через несколько лет, когда они захотят второго повторного ребенка. Они дождутся. Они дождутся. Крио-заморозка проводится и хранятся тоже в черте города? Или это все находится в клиниках? Нет, это все клиники, которые занимаются ЭКО. Это Крио-банк. Хранение крио-материала, это платное тоже, на это надо настраиваться. Но там незапредельные деньги платят за год хранения эмбрионов. Но это очень важно, и, в общем-то, от этого отказываться ни в коем случае нельзя. Получили их много хороших эмбрионов. Подсадили один. Удачно, успешно. Закончилось родами. Мама кормит ребенка. Но помнишь, что у нее еще есть в банке парочку хороших. Когда она может подсадить еще следующего? Сколько вы дадите женщине после вот такой вот индуцированной беременности времени на восстановление и рекомендовать ей повторно подсадить эмбрионов? Все критерии, как обычно, физиологического акушерства. То есть желательно не ранее, чем через два года, потому что женщина должна восстановиться. Это, да, идеальный, конечно же, промежуток от двух до четырех лет считается. Но как бы с учетом диагноза бесплодия, конечно, два года – это самый оптимальный период. Очень хорошо. Стелла Анатольевна, очень душесчипательная тема. Хорошо, что она все равно у нас заканчивается очень радостным тем, что у нас женщины в городе имеют возможность обратиться к высококлассным специалистам, провести все обследования и получить желаемую беременность, но по факту, находясь в черте города, далеко не увяжая. Это очень приятно. И я надеюсь, что наши жительницы услышат вас, не будут терять контакты со своими докторами, со своими акушерами-гинекологами, будут обращаться и не терять надежду даже после первой неуспешной подсадки эмбриона. И таким образом в следующем году у наших малышей будет уже не 1900, за полгода будем надеяться, что их будет больше, больше, больше. И мы будем видеть наших мам с колясками, счастливых и довольных. Сегодня наша передача подошла к концу. Кто не смог посмотреть ее сначала, я вам напомню, все выпуски вы можете посмотреть на сайте канала СТВ. Еще раз спасибо большое, Стала Анатольевна. Многим из нас есть над чем, конечно, задуматься. И в плане даже нашего биологического возраста. Вам, дорогие зрители, большое спасибо за внимание. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите своих близких. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»